А в Чебоксарах сегодня обсуждали, как сделать город высокотехнологичным. Сессию «Умный город» провел заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис. В числе участников представители органов власти, IT-специалисты, программисты. За работой сессии наблюдала наша съемочная группа. Как слабовидящим людям свободно ориентироваться в городской среде? В этом поможет система «Говорящий город». Появляется информация по объекту. Вот у нас там все петербургские аптеки, поскольку мы из Петербурга. Ну и там информация. Аптека такая-то, по такому-то адресу, часы работы такие-то, приходит там пандус слева, дверь справа, ручка на себя и так далее. Конструктор системы Леонид Аронов показывает новое мобильное приложение. Оно альтернатива стандартному устройству. Принцип работы одинаков. Передатчик связывается с оборудованием, которое установлено на объектах инфраструктуры. Затем инвалид слышит голосовое сообщение. Мы начинали для слепых, но это охватывает значительно более широкие круги населения. Это касается вообще людей, скажем так называемого, золотого возраста, то есть людей пожилых, особенно с начинающейся деменцией. Касается опорников, граждан с малолетними детьми, которые тоже зачастую трудно передвигаться. Систему разработали в Санкт-Петербурге, успешно опробировали на Олимпиаде в Сочи. Сейчас говорящий город работает в 18 российских регионах. Проект включили в федеральную программу «Умный город». Внедрение этой системы в нашем регионе обсудили на стратегической сессии. Чтобы процесс был продуктивнее, замминистра ЖКХ России Андрей Чибис предложил работать без гаустуков. Надо быть максимально открытыми и откровенными. Участники разделились на 9 рабочих групп. Это умное ЖКХ, туризм, городское и муниципальное управление, умный городской транспорт. Эксперты каждого блока выявляли как успешные, так и проблемные зоны. Разрабатывали идеи и решения. По результатам вот этой работы мы должны будем сформировать четкую, понятную, конкретную дорожную карту реализации проекта «Чебоксары. Умный город». Чтобы то, что в этой карте будет предусмотрено, оно не было оторвано от жизни, оно не было придумано. А оно выросло из самой земли города Чебоксары. Чебоксары – один из пилотных городов, где реализуется проект. База создана достойная, неплохая. И частично ряд технологий в транспорте, в безопасности, в управлении городом внедрены. Но наша задача – сделать радикальный рывок вперед. Сделать умные Чебоксары по-настоящему городам будущего в наших с вами силах. Татьяна Леонтьева, Павел Рядков, Республика.